Апнеа Клаб Горький представляет Всем привет! С вами Апнеа Клаб Горький, меня зовут Александр Быков И сегодня я вам покажу топ-3 упражнения для улучшения техники плавания кролем в ластах Это видео будет полезно всем фридайерам и подводным охотникам, кто только начинает и осваивает технику плавания в ластах Обычно все подводные охотники и фридайверы для ныряния используют очень длинные ласты Но сразу скажу, что для тренировок в бассейне нам такие ласты не понадобятся Самые популярные ласты для тренировки в бассейне это обычные советские дельфины Или недавно появились классные ласты Power Fins Они сразу двусторонние, их не надо дорабатывать, можно сразу купить и начать заниматься А чтобы тренироваться в дельфинах, у них вырезают пятку, для того, чтобы они стали такими же двусторонними Если у вас еще пока нет таких ласт, вы можете купить их у нас, контакты найдете в описании Перед тем, как перейти к упражнениям непосредственно в бассейне, уделите 5-10 минут разминке на бортике Разомнитесь, сделайте суставную гимнастику, растяните ваш голеностоп, а потом уже ныряйте в бассейн Начните вашу разминку с шеи Потом начните разминать руки Плечи Попробуйте потянуть руки Сделайте стрелочку Можно сделать замочек Сначала одной рукой, потом другой Дальше немножко раскрывайте грудную клетку Разомните мышцы тазобедренного сустава И переходите к разминке ног и голеностопа И немножко потяните ваш голеностоп Для начала просто проплывите метров 200 классическим кролем или кролем на спине Так вы разогреетесь и подготовите свой организм к работе Упражнение номер один Ноги, кроль на спине в ластах Ласты одеваем обычно Руки вдоль тела Гребем ногами кролем Плавная, спокойная работа с акцентом на грибок вниз Обращаем внимание, что носок должен быть всегда оттянут Не сгибаем ноги в коленях И не играем голеностопом Старайтесь не раскачивать сильно корпус Поставьте это упражнение в начало своей тренировки Проплывите примерно 200-300 метров Этого будет вполне достаточно Упражнение номер два Ноги, кроль в ластах с доской в руках Переворачиваем ласты обратной стороной Руки спереди держат доску за передний край Голова над водой Работаем ногами кролем Стараемся делать плавные движения Не спешим Представьте, что вы на прогулке И просто идете необычной походкой от бедра Обращайте внимание, чтобы не сгибать колени И не плыть велосипедом Также следите, чтобы ваша попа была под водой, а не сверху И ласты работали в толще воды Упражнение три Ноги, кроль в ластах на боку Ласты можно одевать любой стороной Можно через какое-то время поменять сторону Нижняя рука спереди под водой Верхняя вдоль тела Голова под водой Работаем широкой амплитудой ногами кролем Для вдоха поворачиваем голову вверх Выдох в воду Обращаем внимание на то, чтобы не сгибать ноги в колени И всегда держать носок оттянутым Старайтесь сохранять прямолинейную траекторию Не заваливаясь влево или вправо Вот такие три основных упражнения я рекомендую использовать Всем начинающим подводным охотникам и фридайверам Для улучшения техники плавания кролем в ластах После нескольких месяцев таких тренировок Вы встретите свой сезон открытой воды В отличной плавательной форме Если у вас еще остались вопросы Пишите в комментариях Понравилось видео Ставьте лайк Подписывайтесь на канал С вами был Александр Быков И клуб фридайверов Апнео Клаб Горький